За новостями следите, как вам новости? Я стараюсь, да. Ну, новости хорошие, пока что да, пока что новости хорошие, но война есть война. Она наполнена сюрпризами, обманами и хитростями. Ну, пока мы ждем подтверждения о том, как происходит ситуация в тех или иных городах, официальных в том числе, давайте поговорим об этом заявлении Алексея Резникова. Он говорит, что вот лавинообразного ждет такого на фронте ухода российских войск с украинской территории. Вот уже есть эта лавина, как вы считаете? Я, как военный человек, считаю, что нужно прислушиваться генштаба военных людей. Со всем моим уважением к министру обороны Резникову, который очень прекрасный человек. Он не военный человек, он гражданский. Я придерживаюсь тому, что сказал генерал Залужный и его генералитет, что нужно все равно держать порох сухим, молиться Богу и действовать, и делать, что нужно делать. Но ни в коем случае недооценивать своего врага. В войне очень часто меняется, очень часто это бывают ловушки, очень часто начинается с этим задором «Ура, вперед!» и попасть можно в капкан. Это все нужно продумывать. И генерал Залужный, и сейчас у меня выскочило из главы, кто второй генерал, написали в своем докладе, что опасность все равно исходит от России. Война еще не выиграна. И есть победа. И мы очень все довольны этой победой. Радуемся. Мои глубочайшие поздравления и украинским вооруженным силам, и украинскому героическому народу. Но война еще довольно-таки до конца, ее еще долго смотреть до конца, когда эта война закончится. Но будем надеяться, что вот этот момент будет продолжаться. Да, мы сейчас все следим за ситуацией на фронте. Там очень быстро все меняется. Конечно, мы держим руку на пульсе. И вот в то же время говорилось о том, что тут большую роль играет вот это перебитие логистических цепочек врага нашего и в поставке боеприпасов, и в поставке в провизии. Насколько вот это важный момент и вот истощение врага, оно сейчас играет роль в этой ситуации? Ну, оно всегда играет роль. И то, что у них нехватка уже и боеприпасов, и беспилотников, и то, что они в Иран пытаются достать эти беспилотники, которые похожи на израильские, но не израильские. И снаряды у Северной Кореи, которые могут быть, конечно, снаряды из Китая через Северную Корею. Много-много разного дыма и много разных вещей. Опять же, у России двухмиллионная армия. Это большая армия. И поэтому, пока Запад по-настоящему не включится, пока ленд-лиз не пойдет, как он должен идти, вам воевать будет очень-очень трудно против этой орды, против этой массы, которая бесконечная. У вас просто нет столько живой силы, и у вас нет столько военной техники, сколько у них. Поэтому ждем и продолжаем давление на наши власти, чтобы ленд-лиз пошел, чтобы все оружие, которое необходимо Украине, было дано как можно быстрее. Если мы будем все время говорить и затягивать эту войну, а эта война затягивается, затягивать войну, и как у вас выражается, война на истощение, то есть по-английски это attrition, насколько я понимаю, то у них просто больше, чем у вас. У вас нет столько крови, сколько у них есть, которую вы можете проливать. Поэтому будем надеяться. Но то, что эта победа есть победы, это прекрасно, но нельзя, опять же, я говорю, это будет крупнейшая ошибка, если эта победа опьянит военных, опьянит общество. Скажем, все, мы победили, до победы еще далеко, до победы еще погибнет много людей. Да, это, конечно, есть такой момент, и мы все о нем помним, о том, что наступление – это очень большие потери, и мы знаем, какой ценой нам дается сейчас каждый метр освобожденный из земли. При этом вы упомянули, да, что очень большой у врага запас живой силы в том числе, но мы видели, что они вот с мая месяца начинают третий так называемый армейский корпус, который даже и не корпус по численности собрали, так и не удокомплектовали. А почему при таких резервах, вот мы видим то, что у них не до комплектации, и, по сути, они сейчас просто убегают с Востока и с Харьковской области? Прекрасный вопрос, хоть вы и не военный человек, но я надеюсь, что ваши военные, наши военные задают тот же вопрос. Почему они это делают? Зачем они это делают? Может быть такое, что они заманивают? Может быть, они дают такое впечатление, что они драпают трусы и не умеют воевать, и не хотят воевать? Все может быть. Эти вопросы должны быть заданы, и я уверен, что ваш генералитет задает их. Как сказал генерал Залужный, они, может быть, даже готовятся к атаке на Киев, что тоже возможно, потому что это их цель. А в войне такие повороты могут брать. Поэтому это прекрасный вопрос. Почему же они посылают какие-то там зэков, посылают ЛНР, ДНР, бросают это как пушечное мясо, когда у них резервы еще есть? У них есть резервы. Они участвуют, в конце концов, в каких-то там учениях с Белоруссией, то есть с техникой, со всем, с солдатами. У них есть солдаты военные, которые расположены в других республиках, на других континентах. Почему же они не бросают все это, чтобы была моментальная победа? Это 72 часа или неделю, или сколько-то они хотят, а уже седьмой месяц идет война. Это хороший вопрос. Надо задавать. И надо быть готовым к любому ответу, к любому сценарию. Но то, что, опять же, я повторяю, то, что была эта победа, это, конечно, радует, дает дух войскам, это дает дух военным. Я был на фронте в этот момент. Я видел, как у них уже был вкус победы на губах. И горели глаза. Но в то же время, опять же, я говорю, что опьянять нельзя. Я знаю, что сейчас много-много блогеров, много этих советников, не советников, а экспертов, и военных экспертов, и специалистов, которые сейчас уже, я уже вижу все заголовки на роликах для просмотров, для лайков, что все, побежали, текают, мы победили, ура, русская армия разбита, подождите, подождите. Еще рановато так сильно радоваться. Но радоваться можно. Битва начала украинская армия побеждать. Правда, я не знаю, чем, но побеждает и воюет грамотно, смело и отважно. Но до победы надо продолжать в этом темпе. Нельзя давать сказать, что все, они проиграли. Гарри, при этом, какова может быть сейчас реакция как нашего врага, их армии, так и военно-политического руководства на то, что на Востоке сейчас происходит в том числе? Но сейчас мы видим, некоторые у них ступор такой. Они не ожидали явно такого развития событий. Тем не менее, что-то могут противопоставить сейчас таким успехам нашей армии на фронте? Ну, наверное, они могут, у них есть потенциал, у них есть морская пехота, у них есть десантные войска, у них есть вагнеровцы, у них есть ГРУ, войска ГРУ. Они, конечно же, могут кинуть все силы туда, все свои резервы туда, и перед ними устоять будет тяжело. Поэтому вам нужно оружие, западное оружие, американское оружие, как можно быстрее. И желательно наступательное оружие, с тем, с чем вы могли наступать. Так, много фейков. Вчера я потратил целый час, думаю, что это за фейк, потому что украинский солдат, качал ура, и наши штурмовики А-10, А-10, пролетели два штурмовика. Я думал, как они могли оказаться в Украине? Но кто-то мне сказал, что это фейк. Хотя много-много людей уже думает, ну все, вот ленд-лист пришел, вот уже украинцы летают на наших истребителях, на наших штурмовиках. Поэтому очень много дезинформации идет. И я призываю всех, опять же, прислушаться к генштабу и перестать делать такие вещи, перестать предсказывать, перестать говорить о будущем, потому что это мешает и тормозит вашу победу. И это стоит жизни. Каждая минута, каждый час стоит жизни украинских воинов, ну и гражданского населения тоже. Поэтому, да, у них большой резерв, у них есть большой потенциал. Многие говорят, что в России уже тоже многие недовольны Путиным и этой войной. Да, они недовольны, но, опять же, все время предсказывая его смерть или предсказывая, что будет переворот в Кремле, на это на все рассчитывать нельзя. Надо рассчитывать на то, и опять же, я говорю это просто как военный человек, надо рассчитывать на самый худший сценарий, на самый сложный сценарий. И быть готовыми ко всему, включая ядерный и тактический удар. И это нельзя, это то, о чем говорит генерал Залужный, что они берут в расчет все и быть готовыми абсолютно ко всему. Поэтому я желаю украинскому народу и армии как можно больше стойкости и держать строй, и не падать, ну не падать, вот сейчас дух поднялся боевой, и держать такой же дух. Да, мы, конечно...